МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выездная торговля. Армавирцев приглашают за выгодными покупками. Достойное продолжение. В поселке Кирпичном появилась новая аллея. Тематическая неделя. Труппы театра подготовила премьеру для детей. Здравствуйте. В студии Марина Белова. Вместе с корреспондентами канала РЕН-ТВ Армавир познакомлю вас с основными событиями из жизни города минувших выходных и начала новой недели. Глава Армавира провел очередной прием граждан по личным вопросам. На этот раз он проходил в здании юридического техникума. Вместе с градоначальником в проблемы армавирцев вникали его заместители и представители коммунальных служб. Подробности в первом сюжете выпуска. Перепланировка квартиры, ремонт жилья, аренда земельного участка, безопасность дорожного движения и еще ряд вопросов, с которыми армавирцы пришли на прием к градоначальнику. Например, Екатерина Григорова просит оказать содействие в газификации жилья. Мы построили двухэтажный дом. Ну, так получилось, что вот уже почти зима на носу, а газа у нас нет, потому что планировали солнечные батареи обогреваться от них. Ну, в итоге, когда уже осталась одна, то есть муж рассчитывал, муж считал, что это возможно и легко и просто, когда осталась одна, прозвонила, оказалось, что это просто невозможно. С проблемой подвода газовых коммуникаций к домам садоводов пришлось столкнуться не только семье Григоровых, дачников с такими проблемами сотни. Глава Армавира напомнил, что когда-то землю выделяли под огородничество, но со временем здесь стали появляться жилые дома. И сегодня технологические мощности газовых, водных и электрических коммуникаций уже не справляются с тем, чтобы обслуживать появившиеся здесь жилые микрорайоны. Почему у нас периодически происходит на тех или иных дачах идет непроизвольное отключение, ворудование не выдерживает. Мы говорили с председателями, собирали их и говорили, что нужно делать реконструкцию трансформаторных подстанций. Закон о садоводческих объединениях граждан четко прописывает не только права, но и обязанности садоводов, которые должны выполнять коллегиальные решения правления садоводческого товарищества. От того, как сами дачники смогут договориться между собой, и будет зависеть быстрота решения их вопросов. Что касается подведения газовых коммуникаций, садоводам необходимо выбрать инициативную группу, которая займется сбором средств и необходимых документов. Далее на прием пришла женщина, возмущенная сбором денег, которую с нее требуют в одной из школ на нужды учебного заведения. Ну, мне не устраивают здесь сборы денег. А мне сейчас директор сказал, я сейчас с директором встретилась, он сказал, что директор, мужчина. Мне сказал, говорит, вы добровольны, на каком основании? Мне постоянно требуют, ребенок пришел, мама учительница требует денег. В каком плате денег? В четвертый класс. Сегодня инициатива по сбору средств вся исходит от родительских собраний, не от администрации города Ромавира. И на общеклассных, на общешкольных собраниях родители выносят предложение, что оплачивать. Если вы на сегодняшний день отказываетесь оплачивать, это ваше право. И никто вас заставить не может. Как правило, люди обращаются к главе, как в последнюю инстанцию, с надеждой на помощь. Нередко жители приходят на прием к городоначальнику просто за советом. Но даже когда решить вопрос под силу только судебной власти, людям оказывают юридическую помощь. Александр Ифанов, Евгений Халманских. Специально для телеканала РЕН-ТВ «Армавир». К другим новостям. В светишь вот какое чудо. На Кирпичном был пустырь большой, непривальный, нежилой. А теперь стоят на нем спортплощадки и беличий дом. Как и всякая хорошая сказка, история о метаморфозе этого микрорайона имеет продолжение. Все подробности у Инны Лепеткиной. Новый эпизод сказочной истории в микрорайоне Кирпичный продолжили главы национальных общин. Несмотря на то, что вместо 33 богатырей вышли всего 12, они сумели победить не числом, а умением. Взамен мечей в руках оказались лопаты, которыми они заложили аллею дружбы. Первую сосну имени главы города посадил почетный гражданин Армавира Владимир Павлюченков. В нашем родном городе все больше и больше добрых дел. И сегодня от имени главы города я хочу поблагодарить всех участников сегодня волнующего мероприятия посадки этой сосновой аллеи. Ущерный труд помогал согреться, и участников акции не смог остановить даже воли ледяного ветра. Все представители общин дружно работали лопатами, и дюжина сосен превратилась в аллею. Процессом руководил председатель Совета национальных общин Аслан Щуков. И он на своем примере показал, как совместный труд сближает людей всех возрастов и национальностей. Мы находимся на детской площадке в Песок Кирпичном, где по инициативе ребят, бывших спортсменов, которые создали фирму «Рост Арм», хотели сделать подарок жителям Песок Кирпичного. Сегодня я хочу поблагодарить своих коллег, представителей национальных общин города Армавира, которые пришли и поддержали идею высадить аллею дружбы из этих прекрасных деревьев. Организаторы, сделавшие подарок жителям Кирпичного, надеются, что теперь сосны из полены станут семейным местом для отдыха. А таблички на деревьях будут напоминать о единстве жителей многонационального Армавира. Инна Лепеткина, Сергей Шульц, служба информации телеканала РЕН-ТВ, Армавир. К другим темам. Два адреса – одна проблема. Жители многоквартирных домов по улице Новороссийской обратились в нашу редакцию по телефону горячей линии с жалобой на залежи мусора во дворах их домов. И если для одних головная боль – острая нехватка контейнеров, для других их слишком большое количество. В проблеме разбиралась Алена Безовчук. Крысы ходят пешком с дома. Вот такие вот. Коты их даже боятся. И машины уступают в дорогу. Без эмоций про своих новых соседей жительница многоквартирного дома по улице Новороссийской Людмила Петрова говорить не может. Но грызуны еще полбеды. Главная проблема всех обитателей многоэтажек этого района – круглосуточно переполненные мусорные баки. Домов много. Домов много. И мусорка получается очень большая. А за выходной вообще захламляется. И летом, если фрукты, овощи, арбузы начинаются – вообще вонь. Люди в шестом доме не могут форточку открыть. И здесь никто не открывает форточку, потому что стоит вонь. Мусор из контейнеров по улице Новороссийская, 74, вывозится ежедневно, согласно санитарным нормам, пояснили нам в Армавир Гортранс. Если жильцы считают эти меры недостаточными, придется заплатить за дополнительные услуги. Заявка подается в управляющую компанию. Платить за вывоз мусора дополнительно, согласно меньшая часть жильцов. Большинство же – за перемещение контейнеров. Старожилы вспоминают о прежнем месте сбора отходов. Вот эту мусорку надо вот туда перенести, ее вообще унести, вот туда. Она когда-то вот там была, там сейчас стоматология. Здесь было несколько урн, а там тоже. А сейчас их объединили, и вот мы в постоянном мусоре. С такой же проблемой столкнулись жильцы дома по улице Новороссийская, 84. Луиза Озерова каждый день наблюдает эту картину. Переполненные шесть контейнеров, искатели ворошат и растаскивают все, что приглянуло с ящики для крупноговоритного мусора. Когда делали сквер тут, это все оттуда, приволокли сюда. А теперь сюда и мебель носят, и окна носят, и мусор, и детский садик свой, свой мусор сюда носят. И летом начинает гниение, ну-ка шесть контейнеров, и до вот этой корыто еще, и летят вот такие черные мухи. Чтобы решить эту проблему, считают жильцы, необходимо перенести мусорные контейнеры. Они уже и площадку подходящую нашли. Недалеко от школы. Когда-то здесь был магазин. На этой площадке соблюдены все условия для постановки контейнера. Забетонированная площадка, подъезд удобный. 19-я школа не возражает для размещения контейнера на этом месте. Управляющие компании пояснили, чтобы перенести контейнерную площадку, жильцам необходимо написать коллективное обращение в администрацию города управления ЖКХ. Единственный момент, надо не забывать, что там же, по-моему, та же бывает периодически располагается контейнер для вывоза крупногабаритного мусора. То есть расположение контейнера должно быть удобным, чтобы транспорт мог подъехать, забрать, убрать его. Также жители этого района недовольны состоянием дороги, которая ведет к 19-й школе. Когда дожди, здесь плавает все. Вот здесь от мусорки до этой, вот где мы стоим, вот на этом месте, это море. И вот еще море выходит даже на ту площадку. И дети идут в школу, им пройти практически негде. И эта проблема круглогодичная. Пройти и проехать здесь сложно в любое время. Алена Безовчук, Максим Котов, служба информации телеканала РЕН-ТВ, Армавир. Продолжаем выпуск. Студенты Армавирской педагогической академии определили лучшую команду КВН ВУЗа. В ГДК впервые прошел большой фестиваль. Это учебное заведение стало лидером в городе по количеству студентов, увлеченных яркими юмористическими баталиями. Ирина Рухлядко о самых запоминающихся моментах игры. Фестиваль команд ВУЗа Армавирская педагогическая академия проводит впервые. Число КВНщиков в этом году стало рекордным. Юмористическим жанром увлечены несколько сотен студентов. И учебное заведение дает возможность ребятам раскрывать свой творческий потенциал. Сегодня, учитывая, что наш ВУЗ уже переступил 65-летний рубеж подготовки специалистов с высшим образованием и 90-летний рубеж со дня подготовки наших педагогов в целом, мы не только образовательной деятельностью занимаемся, но и развитием молодежного направления, вопросы воспитательной работы. А, например, с шести команд 2013 года мы выросли сегодня до 15 команд КВН. На некоторых факультетах у нас порядка трех-четырех, а то и пяти самих команд КВН. В рамках фестиваля на сцену вышли 14 сборных. Среди них опытные КВНщики и новички. Игру начали с разминки. Свои вопросы задавали зрители и члены жюри. Первым и о важном спросил председатель судейской команды ректора КБА. «Подскажите, пожалуйста, в каком направлении двигается КВН?» «Главное – не вширь». «Самое главное – двигаться не через Улицкий мост». «Продолжите четверостишник. Быстро пройдя во осень, доллар стоит 48». «А у нас в АГПА на экс-фарке есть еда». «Пед откроют в январе, доллар упадет в цене». Актуальность и злободневность, юмор о судьи оценили и во втором конкурсе приветствия. Студенты АГПА следят за событиями в городе, а от их взгляда не ускользает ни одно преобразование. Более того, они могут грамотно и с остроумием оценить и то, что происходит в мировой политике. «Лицезрите наш ответ к санкциям». «Это Бугатти – кожаный салон, индивидуальный дизайн, ручная сборка. А это Приора – цвет белый. А если девчонки ведутся на Приоры, зачем платить больше? Это Хиппор. А это Водофранко. А если не очень не видно разницы, зачем платить больше? Это русские яблоки. А это польские яблоки. А если не видно разницы, зачем платить больше? Это президент России 2004 года. Это президент России 2014 года. Это президент Америки 2020 года. А это владыка всего мира 2014 года. Самые веселые и находчивые получили высшие баллы от жюри. По итогам двух конкурсов лучшие назвали команду «Прованс» – факультета технологии, экономики и дизайна. Вторыми стали студенты исторического факультета «Сборное добро», третьими – филологи – команда «Воскресенье». Отдельно судьи отметили победителей в номинациях «Лучший актер» и «Актриса». В апреле 2015-го все команды встретятся вновь. В ВУЗе состоится игра на кубок ректора ГПА. Каждую субботу горожане спешат в центр города за покупками. Ярмарка выходного дня, где идет бойкая торговля товарами местных производителей, уже давно привлекает армавирцев и жителей близлежащих районов. В чем преимущество такого вида торговли, выясняла Лариса Юровская. «Под окном широкий, под окном золи, Личья белоснежная цветок. Нима этой мечты, нима этой даты, Парень правый сонки разведет». Чтобы поддержать праздничную атмосферу выходного дня, для продавцов и гостей ярмарки свои лучшие песни исполнили коллективы городского дворца культуры. Под зажигательные мелодии ансамбля «Русская песня» торговля идет бойко. Несмотря на легкий морозец, покупателей по традиции было много. Большой выбор самой разной продукции от яблок до колбас по приемлемой цене давно привлекает горожан. «А почему вы выбираете именно ярмарки выходного дня, а не идете на рыночек?» «А потому что там дороже сильно. Конечно, особенно в выходные дни там сейчас не доступишься. А здесь уже более-менее смотрим. И самое главное тут вот выбираешь, что тебе захочется». «Продукцию только здесь и берем». «Натуральная сметана хорошая, маслица можно подобрать именно из натуральных ингредиентов. Поэтому как бы ходим, смотрим. Хорошее настроение, вот музыка играет. «Прекрасные цены, достойные. Они составляют конкуренцию рынку, что, естественно, очень нам хорошо». «Нравится, потому что все свеженькое. Беру продукцию Мостовского района. Там и творог очень вкусный, и сметана, и йогурт вот сейчас взяла. Очень вкусное все. Поэтому хочется аж свеженького всего». Продавцы за свой товар отвечают. Для представителей частных хозяйств и предпринимателей качество – главный плюс в конкурентной борьбе. Поэтому и стараются. Многие завсегдатые ярмарки имеют своих постоянных покупателей. Здесь нет перекупщиков и не надо платить за аренду места. Поэтому овощи и фрукты, колбасы, мясо, хлеб и молочные изделия, рыба, соленья дешевле, чем на рынке или в магазине. Мы уезжаем почти пустыми, радуются продавцы. «За свой продукт отвечаете, да?» «За свой продукт отвечаю 100%. Очень вкусный товар, не знаю, всем нравится». «Люди на ярмарку в субботу идут, выходной день». «Уже приучили, да?» «Конечно, уже шли первый год-то». «Во-первых, ярмарка выходного дня, люди уже привыкшие к этому. То есть бабушки, очень много людей, просто знакомых, которые приходят постоянно, и уже каждый у нас свой покупатель». «Людей много, продажи здесь большие». «Нормально товар идет, да?» «Да, спина мокрая». «Очередь стоит вот так, вот так, змейкой, как бы, все хорошо». Продукция вся наша, кубанская, без вредных добавок и химикатов. Ассортимент богатый, так что глаза разбегаются. Товар расходится быстро, к тому же удобное месторасположение, центр города делают ярмарку выходного дня одним из самых популярных видов торговли. Лариса Юровская, Сергей Шульц, служба информации телеканала РЕН-ТВ «Армавир». Новости спорта. 22 ноября в воздухоопорном комплексе «Лидер» состоялся муниципальный этап краевых семейных спортивных игр «Стартуем вместе». В «Армавире» турнир проводится уже второй раз. И если в прошлом году только шесть семей бегали, прыгали и метали дротики, то в этом году и было 16. Борьбу за здоровый образ жизни на Кубани начали с воспитания пап и мам. Краевой турнир «Стартуем вместе» призван привлечь семьи к регулярным занятиям физкультуры и спорта. В этом году о своем желании посоревноваться в муниципальном этапе заявили 16 команд. Правила семейных игр простые. К участию допускаются родители, которые состоят в официальном браке, их дети в возрасте 11-12 лет. Три человека отстаивают не просто от чести фамилии и школы, но и борются за путевку в финал. В программе конкурса три соревнования, две эстафеты и дартс. Семья Назаренко на предложение поучаствовать в муниципальном этапе откликнулась одной из первых. Папа – мастер спорта по самбо, мама в студенческие годы играла в баскетбол за сборную вуза. Сейчас занимается йогой, а 12-летняя Милана увлекается большим теннисом. В соревнованиях, где от результатов каждого зависит победа семьи, они участвуют впервые. Мы очень рады, что попали на эти соревнования. Мы надеемся получить здесь массу эмоций, массу впечатлений. Спорт, я считаю, огромное влияние дает всем людям, семье, особенно она ее укрепляет, дает здоровье, силы, выносливость. И главное, что мы всегда вместе. Соревнования пришлись по душе каждой семье. Самыми энергозатратными стали две эстафеты. По словам судей, именно эти конкурсы ярко показали, кто любит спорт, а кто утреннюю зарядку пропускает. Для такого возраста, как наши папы и мамы, вполне нормальные результаты. Я думаю, если эти же семьи будут на следующий год, то наверняка результаты улучшатся. Я думаю, что по примеру папы и мамы, если это все будет в положительной форме выражаться, то и дети также будут продолжать заниматься спортом. И я думаю, что и у нас негатива будет меньше на улицах. По итогам трех конкурсов большее число баллов набрала семья Кузьменко. Именно они 29 ноября будут отстаивать честь Армавира на финальном этапе в краевой столице, где соберутся самые спортивные мамы, папы и их дети со всей Кубани. Ирина Рухлядко, Артур Каджанян, служба информации канала РЕН-ТВ, Армавир. И еще о спорте. Отправили плохие привычки в нокаут. В Армавире более 150 боксеров вышли на ринг, чтобы и себя показать, и подать хороший пример тем, кто еще серьезно спортом не занимается. В комплексе «Лидер» состоялся турнир, главный девиз которого – «Молодежь России против наркотиков». От 7 до 17 лет. Кубань и Адыгея. У всех этих ребят разные интересы и увлечения, но страсть одна – бокс. На соревнования приехали более 20 команд. Это первенство города Армавира, открытого типа, то есть с приглашением гостей. Турнир посвящен борьбе с наркотиками. Ну, вот такая очень актуальная тема сейчас, то есть спорт против наркотиков. Всего приехало около 20 команд. Всех боксеров приветствуют судьи соревнований и организаторы. Армавирский бойцовский клуб, госнаркоконтроль и администрация города. Участников соревнований хочу пожелать, чтобы каждый из вас сегодня попробовал себя, проявил по максимуму, достиг тех результатов, которые вы перед собой поставили. Первыми на ринг выходят начинающие спортсмены. Это ребята, которые занимаются боксом несколько месяцев. За ними более опытные мальчишки. Глеб Парахин на ринге уже давно не новичок. Я занимаюсь три года, а на бокс меня привел папа. Люблю бокс, потому что он красивый и хороший бокс. Все эти спортсмены собрались в Армавире, чтобы еще раз на своем примере показать, как важно заниматься спортом. Я считаю, что каждый молодой человек должен заниматься спортом. И спорт – это как бы здорово. Такие спортивные турниры в Армавире проходят регулярно. Их участники еще не раз отправят в нокаут все вредные привычки. Алена Безовчук, Евгений Халманский, Служба информации, телеканала РЕН-ТВ, Армавир. Армавирский театр драмы и комедии порадовал горожан премьерой. Пьеса Анны Богачевой «Бамбуковый остров» перенесет зрителей в Древний Китай, где по дорогам ходят мастера кунг-фу, а в горах живет огромный дракон. Постановка адресована маленьким зрителям и открывает неделю театр детям. Это было давным-давно. Неподалеку от высокой горы стоял дом. А в нем жила женщина с двумя сыновьями. Старший кун был храбрым воином, но злым и невежественным. А младший Джан наоборот. Просыл человеком добрым и очень любил радовать окружающих звуками своей флейтин. И все было бы хорошо, но однажды огромный дракон перекрыл небосвод своими крыльями и стал летать над их домом, нагоняя страх на всех жителей деревеньки. За высокой горой живет страшный дракон. Он просыпается один раз в двенадцать лет и целый год пугает селения. В последний раз, когда он прилетал, он был слишком малый, поэтому ничего не помнит. Я буду с ним драться. Дракона надо было усмирить, и братья отправились в дорогу. Старший взял с собой меч и копье, а младший – флейту и улыбку. Кто из них сможет победить? Именно так начинается интересная история о дружбе и взаимовыручке, которую разыграли перед маленькими зрителями актеры театра. Дело в том, что мы привыкли, постоянно ставлю я русские народные, я очень люблю такие сказки, но тут мы решили взять китайскую, все-таки, чтобы дети знали и китайскую культуру, потому что по китайскому гороскопу, да, есть год дракона, год кролика, год обезьяны. В этой сказке присутствуют именно эти персонажи. Заслуженная артистка Кубани Татьяна Юдина – мастер рассказывать сказки. В ее копилке более десяти спектаклей для детей, которые с удовольствием смотрят большие и маленькие зрители. Путешествие в далекий Китай не случайно. Красота поднебесная и ее мифология давно привлекали внимание режиссера. У нас получается, что дракон, вроде бы мы говорим о нем, страшный, на самом деле он добрый и очень несчастный. Поэтому сказка эта у нас о дружбе. Я думаю, что у нас получилась красочная сказка, у нас красивые костюмы, декорации, свет, музыка, музыка китайская, танцы китайские у нас. Путешествие героев спектакля было долгим. Каждый шел своим путем. Маленькие зрители увлеченно следили за действием. К радости детворы победить дракона смогла не сила оружия, а дружба. Мне больше всего понравилось, как они там дрались. И очень понравилась концовка, что они все-таки помирились и стали дружить. Дракона победила дружба. Я считаю, что дружба это самое сильное вещество на земле. Дружба всех победила. То, что братья помирились. Дракон стал другом зайца и мартышки. Все им начали дружить. Мне понравился костюм дракона. Он был такой красивый. Яркий, да? Да, интересный. Музыка другая была. И как русский, скажем так. Тебе понравился. Да, очень интересный. К примеру спектакля «Бамбуковый остров», а заодно и выставку, посвященную главному герою-дракону, самые маленькие армавирсы смогут посмотреть на протяжении акции «Неделя театр детям», которая продлится до 1 декабря. Лариса Юровская, Сергей Шульц, служба информации телеканала РЕН-ТВ, Армавир. Это был заключительный сюжет и теперь метеопрогноз. Я передаю слово Ларисе Юровской. Она уже в студии и готова рассказать о погоде на вторник. Спасибо, Марина. Здравствуйте. Зима совсем близко. Легкий морозец по утрам предвещает ее начало. Во вторник утром 0 градусов. Температурный экватор. Столбик термометра пересечет днем и покажет плюс 2. Атмосферное давление 752 мм ртутного столба. Порывы восточного ветра будут достигать 7 метров в секунду. 25 ноября – Всемирный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. В народном календаре чествует патриарха Ивана, которого окрестили милостивым. На Руси в это время заканчивали свадебные недели. Храните друг другу верность, живите в ладу и мире. А у меня на этом о погоде все. Марина? Информация синоптиков завершила выпуск с новостями. Вы можете также познакомиться на сайте ravita.info, на авторадио «Армавир» и на страничках в соцсетях. Добавляйтесь в группы, чтобы первыми узнавать новости. С вами была Марина Белова. Всего доброго. Смотрите канал РЕН-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин